Есть на земле народы, для которых таких проблем почти не существует. Нет ее, например, у вепсов, народности финно-угорской группы, две трети которых проживают в Карелии. Но у них другая беда. По мнению специалистов, эта группа, эта народность находится на грани вымирания совсем по другим причинам. Испокон веков жили вепсы на карельской земле. Некогда это был многочисленный и могущественный народ. Сейчас в Карелии их осталось около 6 тысяч человек. Чтобы спасти себя от вымирания, в 1994-м вепсы создали в Прянижском районе национальную вепскую волость. Точно не установлено, когда вепсы пришли в Межозерье. Известно, что в VI веке н.э. они уже жили в этих местах. На рубеже I и II тысячелетия на эти земли начинают проникать славяне. И с тех пор исторические судьбы вепского и русского народов связаны неразрывно. Вепсы традиционно селились у водоемов. Они были великолепными охотниками и рыболовами. Между деревнями обязательно выдерживалось расстояние не менее 12 километров. Это был тот минимум, который обеспечивал необходимое пространство для выживания. Деревни были большие. Для сохранения тепла два, а то и четыре дома часто объединялись под одну крышу. Алексею Матвеевичу 73 года. Всю жизнь он прожил в Матвеевой сельге. Похоронял двух жен. Сейчас собирается жениться в третий раз. Двоем-то веселей жить. Это как ни говори. Вот там старый, не старый. Независимо от возраста, правильно? Самое главное, что двое. Вот здесь с кем поговорить, а тут как чурпан. Лежишь, ни радио, ничего нет. Как глухомань. На зиму в деревне остается всего восемь человек, одни старики. Раньше-то еще было больше. Два колхоза было тут. Народу было ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. А теперь отживаем мы пенсионеры. Исследователи считают, что вепсы стали христианами намного раньше русских. Однако в их жизни всегда присутствовали элементы язычества. Они верили в приметы, разговаривали с силами природы, заклинали лесных духов. Идешь, выходишь из дома, и сосед смотрит в окно, значит, не ходи на рыбалку, ничего не поймаешь. Я в этим делам не верю. Если я пошел, значит, я все. Я знаю, что я возьму. Что мне надо там? Ну, килограмма четыре, это пять. И мне их хватит на три дня. Потом семь, опять пойду. Дети, приезжающие сюда на лето, гордятся своими корнями. Мы вепсы. В конце 37-го многие представители вепской интеллигенции были репрессированы. Полвека по вепски говорили только в семьях. Сейчас в Карелии пытаются восстановить справедливость. Издаются учебники на вепском языке. Печатается газета «Коди Ма», что означает «Родная земля». Рассматривается проект создания программы вепского телевидения. Говорят, Сталину не нравилось слово «вепсы». Ему казалось, что вепс – это зверь. И тогда эту народность стали регистрировать как русских. Но они не потерялись среди своих славянских братьев. Анна Потагина, Вепская волос, телевизионная служба новостей.